Хао, блинолиция! Опять в Питере, на Абрекоме. Сегодня будет первый день конкурса. Пошлый приезд дал о себе знать, я простыл. Питер все-таки не для меня погода. Но собрался силами, приехал. Сегодня я буду в комиссии, которая судит такой стиль, как бельгийский крепкий Эль. Образцов посмотрел, штук, наверное, 20, не меньше. Будет тяжело. Ну, попробуем справиться. Каждый год, можно сказать, что одно и то же, но на самом деле нет. Каждый год все по-разному происходит. Растет мастерство пивоваров, но и попадаются иногда очень забавные, скажем так, образцы, которые непонятно зачем выставляют на конкурс. Это служит таким предметом обсуждения среди комиссии, среди тех, кто участвует в этом конкурсе. В общем, посмотрим, что в этот раз будет. Но я хочу поприветствовать отдельно Алексея, который с нами впервые. Я надеюсь, вам будет так же вкусно, как всем остальным сегодня. Я тоже. Меня зовут Русакова Виктория. Вы все меня прекрасно знаете, поскольку мы с вами нифига себе уже четвертый раз здесь встречаемся вообще. На этом конкурсе мы сами не ожидали, что эта идея станет вообще таким большим мероприятием. А сейчас это уже четвертый раз, следующий, пятый и вообще будет, наверное, что-то невероятно крутое. В общем, от себя лично хочу вам сказать огромное спасибо, что вы поддерживаете конкурс каждый год к нам. Приезжайте в других городов, находите время на все выходные, прийти, попить домашнего пива, поставить оценок. Всем спасибо за то, что вы к нам приходите. Это короткое приветственное слово от меня и передаю слово Игорю. Спасибо. Начался конкурс. Первый образец нам принесли. Первого всегда трудно оценивать, потому что он первый и всегда хочется ему занизить, потому что не можно же первым сразу хорошим быть. Мне кажется, это тот редкий случай, когда сразу попали практически в яблочко. Можно немножко придраться по кислинке подрожжевой, но многие бельгийцы, промышленные я имею в виду, они бывают и хуже даже, чем этот сделал. А вот следующий образец, вот он, это похоже на, я думаю, не видно будет, нет, видно, наверное, будет на камеру, вот это похоже на бельгийский Голден Эль. Нет, это не Голден Эль, это какая-то коричневая мутная фигня с яблоками, ацетоном и, в общем, неприятная абсолютно вещь. Извиняюсь, если кто-то узнает свое пиво, но мы оцениваем его довольно критически. Сделали небольшой перерывчик и заново пошли. Это народ не просто в телефоны втыкает, это на самом деле все в электронном виде и психологические листы в электронном виде сразу поступают организаторам на сервер и там обрабатываются. То есть мы можем, да, вот, Слава тут, 332 образец, сильный хмелевой аромат пишет, говорит. А я еще не так понимаю. Вообще, конечно, тяжело, у нас 25 образцов, оказывается, Strong Golden Эли. Сами понимаете, это тяжкий труд. Классическое, снимать снимающего. Ну, а кто более продвинутый, те вот свои ноутбуки принесли, им, конечно, комфортнее сидеть здесь и печатать. А, у них пальцы не попадают в телефон, понятно. Комиссия, которая в боке пробовала, отстрелялась уже. Ну, у них, видите, они даже с стола не убирали, у них тут совсем немного образцов. И теперь извиняются на камеру. Здесь продолжаются эксперименты с живыми организмами. Нам осталось еще 6 образцов. Напоминаю, 25 было. Ну, в принципе, ну, выдержали, то есть, перерывами на обед, на отдохнуть. Вот, 117 образец. Еще не пробовал. Ну, 117 номер, вернее, это не 117 образец, 117 номер. А то тут уже все засмеяли, что мы 117. Нет. Так хитро улыбаются за камерой все, что уже попробовали, и говорят, на, давай, давай. Господи. Это что такое? Кислое? Это бреды, это бреды. Да нет. Ну, так всегда, когда что-то там плохое получилось, это не понимаешь, это бреды. Нет, ну, это что-то какая-то фигня. Это golden store. Да, это лакта. Лакта, да. Это подкисшее сладкое какая-то. Это что-то подкисшее сладкое. То есть, оно не добродило, а потом кисло. Вы понимаете, это крафт. Это крафт, это крафт, да. Мы не понимаем. Нет, ну вот. И в запахе. Капуста, что-то квашеная. И вкус такой сладкий и неприятный. Ну вот. Это я не специально выбирал образец, для того, чтобы на камеру я его не пробовал. А перед этим вот три образца были более-менее неплохие. Один вообще просто шикарный. Это был у нас какой, 99-й, да? 90-й образец, 99. Прям очень классный, который прям хочется пить. У нас получается примерно сейчас четыре образца, которые полностью в стиле и которые приятно пить. Ну, это не так уж мало для домашнего пива. Ну, теперь пару слов для протокола, почему у нас учатся семья и школа. Виталь, что-то хорошее было? Хорошее было. Мне на памяти три образца. Мы, наверное, в конце их попробуем обязательно. Они такие прям стилистики очень хорошие. Первый образец мы, наверное, чуть-чуть недооценили. Есть подозрения. Потому что, как всегда, немножко перестраховываемся, скажем так. А в целом, все, что касается стилистики, вот именно Бельгия, золотой крепкий эль, это, да. Несколько образцов были очень-очень-очень хороши. Планировали, что будет тяжелее на самом деле. Но, как-то мы видно, аккуратно идем, организация хорошая. Поэтому осталось у нас всего пять или шесть образцов. Но, думаю, мы могли еще несколько достойных образцов оценить точно. Ну, будем нарисовать, что еще будут у нас хотя бы один-два. У нас, да, осталось еще порядка шести-семи. Но кое-кто, где у нас порой, все-таки есть какие-то вещи. Ну, вот я три, наверное, четыре образца, если коллеги вот напомнят. Наверное, три-четыре образца, которые два точно были ужасно дефектными. Остальные чуть менее. Но, скажу, я не пробовал два. Даже не смог попробовать, потому что даже в ароматике было страшно. Ну, что, мы сделали это. Мы перепробовали 25 образцов Бильгенстронхэля. Надежды, что последние там 4-5 будет что-то хорошее, попадется нет. Не оправдались. Конечно, там не было какого-то лютого ада, но и хорошего ничего тоже не было. В итоге у нас получилось 4 пива, которые получили на наивысшую оценку. Мы сейчас еще попробуем, постараемся перепробовать, потому что что-то не заоценили. Я, например, один образец оценил не то, что плохо, но немножко занизил ему оценку из-за романтики. Но попробовав сейчас, понюхав, то есть она открылась, подышала, понимаешь, что, наверное, я его неправильно по романтике оценил. Можно внести сейчас будет коррективы в анкеты. Ну, в целом, есть, есть что попробовать, но и, ну, наверное, как вообще в любом пиве, хороших образцов мало. Прямо-то очень хороших, совсем плохих тоже не так много. Все остальное довольно средненькое. Хотя и стиль в производстве не такой уж простой. Давайте узнаем, что другие пробовали и что они вообще оценят, как там свои. Вот эта расстрельная стена, где всех заставляют извиняться перед теми, каково занизили оценку. И говорит, а какой у тебя стиль был? Какой ты пробовал стиль? Забыл. Это был британский экстра стаут. И что, был что-то интересное? Был один образец, который был неплохой. Всего один? К сожалению, да. Ой, как вам не повезло-то. На самом деле, это очень сложный стиль. И в домашних условиях сложно сделать так, чтобы там не было много эфиров. Чтобы были вкусы жареные, кофейные, шоколадные. Сложно сделать в домашних условиях. К сожалению, было очень много образцов сильно эфирных. То есть, совсем... Ну, так, сильные эфирных, ты говоришь, это, можно сказать, что плохих просто. Я боюсь обидеть домашних пиоваров. Ты должен извиниться. Я говорю, ты должен извините меня, домашние пиовары. Простите меня, домашние пиовары. Юр, давай теперь ты извиняйся. Можно я не буду извиняться? Ты не будешь извиняться? То есть, у вас все хорошо было? Ну, я хочу сказать, что, к сожалению, к сожалению, ну, пожалуй, вот... за все годы участия в этом конусе, это, пожалуй, самое большое разочарование с того, что мы сегодня попробовали. Вот и все. Какие-то вы не те пробовали. Ну, почему какие не те пробовали? Ну, вот так уж получилось. А ты тоже иранский, Сэктостант? Ну, да, мы из одной группы. А, вы из одной компании? Ну, понятно. Что вы еще хотели услышать? Ну, как всегда, Юра сказал, что все плохо. Нет, не как всегда, не выдумывайте. Вот мы послушали, что с ирландскими стаутами совсем все плохо, а вот с WP как у нас дела обставали? Ну, я пока в процессе, так как немножко опоздал, приходится попробовать все-все. Да, догоняющий. А, есть хорошие образцы, прям интересные. Есть довольно ровные. И, ну, есть, конечно, сорта, которые, как мне кажется, ребята должны постараться в следующий раз. И у них все получится. Ну, в целом впечатление интересное. Как минимум, это хороший опыт, понимание того, что сейчас, в принципе, делают домашники. Есть прям очень-очень хорошие сорта. Это радует. Первый день прошел. Тяжеловато, конечно, но мы справились, в общем-то, все вполне в нормальной кондиции, несмотря на 25 образцов. Ну, теперь, наконец-то, мы пойдем попьем пиво. Некоторые смеются, когда после, говорят, дегустация, давайте пойдем попьем пиво. Типа, на дегустацию вам мало было. На самом деле, когда ты дегустируешь, это такой вот труд, и устаешь от этого просто, чем получаешь удовольствие. Вот, а когда ты идешь потом в бар пить пиво, ну, просто получать удовольствие от самого напитка. Вот, поэтому сейчас мы пойдем попьем пиво, узнаем, кто, наконец, все-таки узнаем, кто победил. А может, не узнаем, может, завтра скажут. Ну, как я и сказал, решили попить пиво, и тут спонтанно нас пригласили на пивоварню Plug Brew. Она же бывшая Невская винокурня, вот, за моей спиной. Посмотрим саму пивоварню, попробуем их пиво, чего бы и нет. При пивоварне есть ресторанчик, поэтому можем здесь сразу все и попробовать. Народ в ожидании пива собрался, а самые умные уже заказали и пьют. Странный, не очень большой. Отдельный зал есть и бар. Оборудование для пивоварения, самогоноварения. Невская винокурня как раз этим занималась, что продает. Ну, и сейчас занимается, продается всякие вот там штуки, брюки для самогонщиков, для пивоваров. Скоттежка стоит, пароводяной. Котел для самогонщиков больше, хотя и для пивоварения тоже можно использовать. Вы будете смеяться, но нам здесь предложили Belgian Strong L, который мы как раз оценивали. Сейчас мы его будем пробовать заново. 99-й половыки. Ты думаешь, лучше был, да? Реально? Ну что ж, попробую Golden L. Странный, в мельк не добавлял? Нет, не добавлял. Ну, я бы сказал, чтобы он все равно вошел в топ нашего дегустации. Да-да, он чистый, хороший, хороший. Чистый, хороший, ароматики не хватает немножко. Он холодный. А, подержите, подержите, подождем. Здесь в баре 26 кранов и постоянно ротируется пиво. Поэтому меню здесь нет бумажного, мне говорят, скачай приложение, и там будет все видно. Честно говоря, не очень удобно, но почему-то так. Ну, раз мы на Пуак Брю, то надо взять грибное пиво. Кто не знает, Пуак Брю, они, ну, многие за это их не любят, хейтят. Ну, они специализируются, можно сказать, на пиво с грибами. Флагманский сорт. Да, флагманский сорта. Вот взяли с трюфелем. Я люблю трюфели. Попробуем. Ну, аромат, да, трюфельный такой. Да, а ты не любишь трюфели, ну ты взял. Есть еще с лавровым листом, есть еще с розмарином. Нет, спасибо. А, розмарин, кстати, интересный. С лимонграссом есть. Это тоже грибы? Да. Грибы с измарином, лимонграссом, лаврушкой. Ну, сейчас сплошные грибы. Линейка 22 сорта сейчас. Все с грибами. Ну, так это же гриба и доширак. 22 пива и все с грибами. Вы слышите там? Доширак с грибами, говорят. Теперь понятно, кому мы моем доверять кушать трюфели, а кому не моем. Сухарики. Сухарики, да, сухарики с грибами, вот точно. И мы дружной толпой пошли на пивоварню. Кстати, она вот прямо, вот ее видно за стеклом тут в соседнем помещении. На пивоварню мы прошли через шоурум, где были выставлены различные оборудования для пивоварения, для самогоноварения. Образцы ЦКТ, которые продают. Ну, уже не для домашних, уже для больших. Вот такая вот, в общем, мимимишная пивоваренка. Народ заинтересовался ей. Сколько стоит, правда, мы так и не выяснили. Заходим через склад сырья. Ну, понятно, что солод здесь хранится, пюрешки всякие в бочках. Тут же линия розлива автоматическая. Оборудование для Невской винокурни делают в Китае. Мне этого не скрывают. Это сразу видно по запорной арматуре. Но все разрабатывается их инженерами. Все по их чертежам. Это, так понимаю, для экспериментов совсем маленьких. А это основной. Ну, тоже небольшой, 500 литров варочный порядок. Тут же их производство все. Сейчас делают экстра-вихевик, сказали. Фильтровалось. Не видно, наверное. Народ дегустирует из танчика. Тоже грибы тут все. Лисички со сметаной. Давайте попробуем лисички со сметаной. Лисички со сметаной. Ну, тоже кисленько так. И такой действительно вкус сметаны с лисичками. Ну, понятно, что ароматизатор это все. Народ стебется, говорит, сметану, когда, говорит, на тиране добавляли или в танк? Миша, вон, себе набубенил целый бокал. Миша, бокал. Это у тебя что там, лисички со сметаной или белые? Американский пил с сапоги. Без всего? Без грибов? Без грибов. Да ладно. Пока это до задачи грибов. А, то есть это основа, это база, да? Потом будет холодное огребление. На самом деле, пивоварня варит не только пиво с грибами, но и нормальное, классическое, можно сказать, пиво. Вот американский пилс налили. Новый сухой, немножко цитрусовый, очень приятный. Вот, наконец-то, попьем просто пиво. Чешский лежак с сухим охмелением. А вот утрам очень хорошо. Да, сейчас так? Честно говоря. Попробуй. Ну, холодный, ароматика немножко не открывается. Сбалансированный такой вкус. Да. Ну что, второй день брекома. Сегодня я в комиссии по чешским лагерам. Простой стиль, но, сами понимаете, дома его сварить очень и очень сложно. Посмотрим, удалось ли кому-то приблизиться к нормальным чехам. Ну, я думаю, что будут-будут интересные образцы. Их всего 24. То есть мы 3 сессии, наверное, будем делать. Повезло тем, кто фламандский эль судит. У них всего 7 образцов, они придут только часу. Вот, в общем, халявщики. Почему-то фламандский эль народ не захотел делать. И много альбиров. Наверное, все насмотрелись на успех Олега Короткого и все стали альбиры делать. Не все выдержали вчерашнее. Произошли замены также. Ну, там посиделся Никита из Берварии. Очень будет интересно послушать его мнение по поводу Чехов. Ну, что, Никит, как впечатление? Мы опробовали сейчас 6 образцов. Что скажешь? В прошлом году было лучше. Но мы моложе были на гутошу все-таки. Трава была зеленее, иппа был суша. Я даже, я не знаю, предыдущий сорт он меня дико просто разочаровал. Своем. Своем. Почему? За что у тебя страна не так? Мы вчера вспомнили, что мы коллап-деду торчим с тобой. 55 образец. Ну, что ты про него скажешь? 55? Подожди, я еще 52. А, нет. Пытаюсь отдегустировать. Я анкетки заполнил. Это нет, это за 52. Я уже чувствую, как он сжечь будет потом. Не, ну, кстати, пил я тут на днях. Рязанская нефильтрованная от завода хмелев. Вот пахло оно абсолютно точно так же. Не, ну типа не... Казачья грязная. Нет, не хочется помыться, но как бы... Ну, опять же, я говорю, разливное любое может быть абсолютно... Ты можешь просто прийти и купить разливайки пив с таким запахом. Ну, 55-й не такой уж плохой. Картоночка, конечно. Нет, вообще не плохой. Вообще не плохой. Это знаешь, это... И яблочки. Ну, совсем уж дефектных, таких дефектов тут нет. Ну, не знаю, такое ощущение пока, что, ну, как будто ты вот на таком вот коле сидел, а потом тебя с этого кола сняли и посадили на вот такой кол. И ты такой, ну, лучше стал. Ну, первый сет завершился. Попробовали 8 образцов. Ну, вот оказался один вполне приличный 69-й номер. Мы не знаем пока, кто это. Но весьма приятное пиво. Чистое практически там. Ну, небольшой там ДМС есть. Ну, так, для пикантности, скажем. Остальном прям очень порадовало. Все остальные похожи были на некие такие русские региональные южные лагера. С овощами, с таким зерном мокрым, сладкие. В общем, да. Меркаптан пока, слава богу, нам не попадался. Ну, остальные все дефекты, да. Ну, еще впереди у нас два сета. 24 у нас образца, поэтому у нас еще все впереди. Может быть, что-то хорошее будет, а может, еще что-то ужасное-ужасное, которое мы скажем, что это вообще пить нельзя. Теперь спросим вот этого занятого, большого человека. Что у вас хорошего было, что-то? Ингель Шипаа. Ну, слушай, как два года назад у нас был первый образец, прям просто такой эталонный, по которому мы тупо сравнили. Вот в этот раз почему-то так и получилось. Слушай, у нас то же самое, что вчера. Прямо самый первый образец, он очень хороший. Вот два года назад, когда у нас, помните, выиграл Барлевань как раз. Это был самый первый образец, который мы принесли. И мы просто его сидели, до самого конца оставляли. Остальные? Нет, в рамках стиля очень много хорошо сделано. То есть, откровенного треша еще не было. Ну, было, но не самое откровенное. Категория Альдбиро. Да. Альтер-эго. Твоё. Ты любитель Кёльшева? Да, да, приходится оценивать Альдбиро. Ну, скажем так, я ожидал, с одной стороны, немножко более широкого разнообразия в подходе, скажем так. А с другой стороны, ожидал меньшего количества ошибок. Вот. По факту, ну, сколько у нас, 24 образца, мы попробовали сейчас почти все, осталось буквально 4. Скажу так, откровенно, прям хороших образцов, ну, наверное, пара, максимум, наверное, 3. Нет, нет, нет. Ну, вот где-то, где-то, да, 2-3 образца. Остальное от полностью провального до, ну, скажем так, есть вопросики. Вот. Ну, в целом, в целом, здорово, интересно, каких-то прям совсем мерзких образцов пока, ну, кроме одного, не было замечено. Вот. А это самые халяшки, фламандцы. У них всего 7 образцов. Вот они сидят тут. 8. 8? Серьезный задел, да. После, ну, после... А знаешь, как сложные? Сложные. Один за три идет сразу. Ну, и что у вас хорошего? Тут есть такие кислые штуки. Уксус пить. Просто пить уксус, да? Вот они сильные, отважные. На благо уксуса, что не стакануешь. И уксус выпьешь стаканами. Ну, да, и уксус сладкий. И хлорк твор. Ну, что, Слав, скажешь про этот образец? Слушай, интересный, кстати, аромат. Что-то фруктовенькое такое. 118. А, да, не, вот мне 118 понравился. 118 и 49. Какая-то черешенка, варенье. А, не знаю, потом вот... То есть у вас столько хороших слива, да, слива. И вкус, кстати, неплохой. Просто надо потом вот ребятам сказать, что... Ну, окей, окей. Кислинка нечрезмерная хорошая. Там все еще продолжается битва за фламандцев. Вот, по поводу лагеров. Мы закончили пробу лагеров. Победил номер 69. Я подсмотрел бутылочку. Сейчас уже можно после выставления оценок. Некто Савенко из Саратова. Ну, молодец. И причем хорошо я так оформил даже. То есть бутылочка с оформлением. Не просто пустая, а вот с этикеточкой. Все нарисованы. Ну, мое, как говорится, почтение и респект. Сейчас еще выберем, наверное, точный стиль. И на этом закончим брюком. Четвертый. Надеюсь, что в следующем году пройдет пятый. Уже более так... Ну, не уже, а еще более широко. Больше пиоров присоединиться. Ну, спасибо компании Мирбир, которая берет на себя этот тяжкий труд. Проведение подобных конкурсов. Организацию, сбор и прочее. Ну, и финансирование, естественно. Вот. А потом пойдем в Найдберг пить пиво. Хаубль на лице. Пейте вкусное пиво. Не пейте невкусное. Варите пиво дома, кому это интересно. И привозите его на брюком.